Привет, друзья! По многочисленным вашим просьбам, сегодня мы будем дегустировать еду от торговой марки Мираторг. У этого производителя огромный ассортимент продуктов. И сегодня мы выясним, что следует покупать, а какая еда совершенно несъедобная. Суп лапша с куриным филе. Вкус и свежесть. На упаковке есть смотровое отверстие в виде ложки, где можно посмотреть, что же там внутри, но вроде бы бульончик прозрачный. Масса 360 грамм. Состав полностью натуральный. Суп лапша стоит 129 рублей. Адрес производства город Домодедово. Перелью суп в прозрачную миску, чтобы лучше было видно содержимое. Даже пока я его переливал, было заметно, что суп очень жидкий. Здесь вот гуще мяса куриного очень мало. Разогрел этот супчик 2 минуты в микроволновке. На упаковке было написано 4 минуты, но зачем греть 4 минуты, если этот суп был не замороженным. Поэтому и двух минут вполне достаточно. Если посмотреть на сам бульончик, то мне показалось вроде как он прозрачный, но на самом деле не такой уж он и прозрачный, мутноватый. А по запаху чувствуется, что он пахнет душистым перцем. Гуще здесь немного. Здесь какой-то фарш больше похоже на какой-то фарш, а не на куриные кусочки. И лапши совсем чуть-чуть. Всего в общем пожалели и даже лапши пожалели. Попробовал, и во вкусе в основном ощущается душистый перец. Видимо, его сюда так много добавили, что он перебивает вкус всего остального. Не знаю, с какой целью было добавлено такое огромное количество перца. Возможно, потому что курица была не свежая, поэтому и бульончик такой мутноватый, я бы сказал. На свои деньги этот суп, конечно же, не тянет, потому что здесь, по сути дела, одна вода. Есть здесь абсолютно нечего. Да еще и перцы набухали, поэтому вполне вероятно, что была какая-то несвежая курица. Поэтому, в общем, этот супчик меня полностью разочаровал, и больше такой бы я никогда не купил. Друзья, рекомендую вам подписаться на мой кулинарный канал «Сочные идеи». На нем я собрал только самые лучшие рецепты, лично проверенные мной. Ссылка в описании. Котлета по-киевски с картофельным пюре. Написано, что сделано из отборных ингредиентов. Состав неплохой. Он, конечно, не 100% натуральный, но каких-то добавок здесь не супер большое количество. Картофельное пюре сделано с добавлением сливочного масла. Масло хорошее, жирностью 82,5%. Масса упаковки 260 грамм. Котлета по-киевски стоит 229 рублей 99 копеек. Адрес производства Московская область, город Домодедово. Продается это пюре с котлетой в замороженном виде. В инструкции написано, чтобы разогреть, нужно убрать в микроволновку на 4 минуты. Котлета с пюре разогрелась. Для начала я попробую пюре. По консистенции это не супер жидкое пюре. Я бы даже сказал, что оно густоватое. Не супер вкусное пюре. И структура у него какая-то, как будто бы оно сделано из каких-то хлопьев. И сверху оно немножечко так вот засохло. Какая-то корочка сверху. И также попадаются комочки. По пятибалльной системе я бы оценил это пюре на тройку. Потому что, ну, возможно, это из-за того, что оно было разогретое, поэтому оно не такое вкусное. Ну и также еще и вкус немножечко кисловатенький. Сложно сказать, в чем причина. Возможно, из-за того, что оно было замороженным, и потом я его разогрел, и поэтому уже качество теряется. Либо оно изначально было не самого высокого качества. Теперь посмотрим на котлету. Здесь у нас внутри пусто. Посмотрим здесь. Здесь внутри тоже пусто. Ну, котлета по-киевски это котлета, внутри которой масло содержится. Сливочное. Возможно, оно все вытекло. Хотя тут не такое уж и большое количество этого масла. Поэтому думаю, что здесь масла было не супер огромное количество. Сейчас попробую саму котлету. Могу сказать, что котлета не супер высокого качества, но все-таки она более качественна, чем пюре. По пятибалльной системе я бы поставил этой котлете 4 с минусом. Чувствуется, что действительно здесь есть мясо. Ну и так как это все разогревалось уже, поэтому панировка абсолютно не хрустит. Конечно же, если сделать из хорошего, нормального домашнего фарша такую котлету, она будет гораздо вкуснее. Думаю, все-таки для такого качества цена завышенная. Я бы рублей на пятьдесяток точно бы дешевле бы это все оценил. Потому что можно даже в столовую зайти купить это все свежеприготовленное, и оно будет не дороже. Поэтому мне кажется, все-таки дороговато это все. Дело стоит, ну а качество подкачало. Куриные крылышки. Написано «криспи», что значит «хрустящие». Только непонятно, почему это написали по-английски. Можно было бы и по-русски написать, что они хрустящие. Должны быть, по идее. Масса крылышек 400 грамм. Упаковка не очень удобная. Хотел раскрыть вот здесь, чтобы показать вам, какой состав. Но упаковка, в общем, порвалась. Но тем не менее, кое-что тут видно. И видно, что состав не полностью натуральный. Потому что здесь панировка, и в панировке содержатся различные добавки. Ну а из курицы здесь используются плечевые части крыльев. Стоимость крылышек 519 рублей 99 копеек. Адрес производства – Калининградская область, поселок Невское. Всего внутри оказалось 5 крылышек, но эти крылышки очень большие. Разогрел эти крылышки на сковородке с небольшим количеством растительного масла. Разогревать их пришлось долго, потому что у них 4 стороны, и нужно было обжаривать так не сильно с каждой стороны. Они уже готовы, их только нужно разогреть. Но все равно нужно разогревать с каждой стороны, они полностью промерзли. И поэтому процесс этот не быстрый. Судя по разрезу, крылышки были хорошо прожарены. Сейчас попробую на вкус. Съел крылышко, по вкусу мне все понравилось. Здесь мяса много. Я думал поначалу, что возможно тут очень много панировки. Но панировки здесь нормальный слой. Крылышки просто сами по себе очень большие. Первое, что я почувствовал во вкусе – это наличие черного перца. Хотя в составе там куча всяких специй, но вот чувствуется сильнее всего именно черный перец. 5 таких крылышек стоит 500 рублей. Получается, что одно крылышко стоит 100 рублей. Мне кажется, цена, конечно, это очень сильно завышена. Даже если взять какие-нибудь там супер креветки, какие-то там тигровые, то я думаю, они были бы не дороже, чем крылышки. Потому что сами по себе крылышки стоят недорого. Также во вкусе присутствует острота, потому что очень много черного перца. Поэтому тот, кто острое не любит, тому такие крылышки не подойдут. Могу сказать, что минусов у этих крылышек больше, чем плюсов. Еще бы раз я такие не купил. Блины с мясом. Написано, что начинки стало еще больше по сравнению с тем, что было раньше в этих блинах. Состав хоть и очень длинный, но он полностью натуральный. Из мяса здесь говядина, свинина и мясо цыпленка бройлера. Блины с мясом стоят 205 рублей. Адрес производства Брянская область, Хмелевское сельское поселение. Масса блинов 360 грамм. Блины эти продаются в замороженном виде и имеют вот такую форму там внутри начинка. Всего в упаковке 6 блинов. Разогрел пару блинчиков. Интересно посмотреть, сколько здесь начинки. Вот такое количество начинки. Фарш, конечно, смотрится не очень как-то приглядно. Непонятно, что здесь находится внутри. В общем, попробую сначала отдельно этот фарш. Первое, что я почувствовал в этом фарше, это наличие мелких костей. Кроме фарша, тут еще есть какие-то вкрапления. Не могу понять, что это такое. Такое ощущение, что эти вкрапления это что-то типа грибов, но вот в составе грибов нету. Не знаю, в общем, что это такое, откуда взялось. И начинки, как мы видим, здесь не очень большое количество. Теперь попробую сам блинчик. Сам блин мне понравился. Вполне нормальный блин. Начинка, конечно, не очень. Но теперь попробую все вместе. Тесто блинное нормальное. Но вот начинка подкачала. Это, конечно, на мясо совершенно не похоже. Какое-то месиво. И стал я есть, в общем, этот блин с этой начинкой. И так сказал сразу, вот блин, потому что столько костей мелких в этом фарше. Я даже не знаю вообще, как его и с чего делали. Но вот даже вкуса какого-то мясного особо не ощущается. Какой-то и не паштет даже, ну вообще непонятно. Но абсолютно неприятная начинка. И лучше даже если есть эти блины, есть их без вот этой начинки. Наверное, потому так и сделали, что эту начинку можно просто легко отсюда вынуть. И уже просто что-нибудь своего добавить в этот блин. Или даже с той же сметаной их поесть и будет нормально. Потому что вот эта начинка, она абсолютно невкусная. И получается, что один блин стоит 30 рублей. И по сути дела начинку эту можно выкинуть. Поэтому в таком случае, я думаю, что все равно дороговато. Потому что начинка совершенно несъедобная. Одни блины только здесь съедобные. Ну а так бы они без начинки стоили бы в два раза дешевле. В общем, таких блинов нету желания никакого еще покупать. Чикен бургер со сливочно-грибным соусом. Из мяса птицы собственного производства. Масса 150 грамм. Здесь написано, из чего этот бургер состоит. Если мы посмотрим на состав более тщательно. Из чего состоят котлеты и все остальные ингредиенты. То вот такой здесь очень-очень длинный состав. Он не полностью натуральный. Есть красители, консерванты, ароматизаторы. В общем, полный набор. Чикен бургер. Стоимость 209 рублей. Адрес производства Московская область. Город Домодедово. Необычность этого бургера в том, что он продается в замороженном виде. И что-то он как-то смотрится очень стремно. Весь развалился. Ну, видимо, при транспортировке как-то его так везде, что все, в общем, рассыпалось. Улочка замороженная. Все, в общем, замороженное. И его нужно разогреть перед употреблением. Но вот как-то смотрится он не очень аппетитно, в общем, сейчас. Разогрел этот бургер в микроволновке. Булочка горяченная. Так что даже не дотронешься. Одну минуту я разогревал. А вот котлета прогрелась еще не полностью. Немножечко холодненькая. Соус весь вытек. И он вообще сбоку лежал. Я думал, что это такой кусок котлеты, что ли. Но оказалось, что это вот соус. И соуса здесь, конечно, количество не очень большое. Помидоров много маленьких кружочков. Попробую отдельно этот соус. Да, действительно очень грибной вкус. Соус вкусный. Соус мне понравился. Можно положить его обратно, где он и должен был бы быть. Посмотрим в разрезе, что будет. По разрезу мы видим, что котлета довольно-таки толстая. Соуса здесь не супер много. Также вот из овощей здесь одни помидоры. Съел половинку бургера. И по вкусу мне все понравилось. И котлета вкусная, соус очень вкусный. Все отлично сочетается. Даже несмотря на то, что этот бургер я разогревал из состояния полностью замороженного. Но, тем не менее, вкус сейчас остался все равно приятный. Я думаю, что если бы вот его съесть свежеприготовленным, то он был бы еще бы в разы вкуснее. В общем, по вкусу мне этот бургер понравился. Единственный минус то, что он стоит, как мне кажется, дороговато. Как вы считаете, сколько должен стоить такой бургер? Напишите в комментариях. Плов с курицей. Масса плова 260 грамм. Рис здесь пропаренный длиннозерный. Есть куриное филе. А также кое-какие специи. В целом состав полностью натуральный. Плов с курицей стоит 249 рублей 99 копеек. Адрес производства Московская область, город Домодедово. Плова здесь много. Целая плошка. Ну и сейчас это все находится в замороженном состоянии. Нужно разогреть в микроволновке 4 минуты. Плов разогрелся. И от него идет очень сильный запах специй. Еще немножечко это все дело нужно перемешать. Ну и заодно я посмотрю, сколько здесь кусочков курицы. Ну кусочки курицы присутствуют, но не особо большое количество. Рис хоть и длиннозерный, пропаренный, как было написано в составе. Но у меня такое ощущение, что он переварился и такой развалистый. Очень много морковки. Но такое ощущение, что эта морковка была что ли сушеная, она какая-то вялая вся. Попробовал этот плов. И по вкусу не особо он мне понравился. Первое, что сразу мне почувствовалось, это наличие небольшой остроты. Но когда ешь этого плова побольше, то уже острота чувствуется все сильнее и сильнее. Рис на внешний вид вроде бы как бы и переварившийся. Но попадается очень много таких вот рисин, которые прям вообще не жуются жесткие. Рис, конечно, не очень хорошо здесь сделан. То, что касается курицы, то курицы здесь не супер большое количество. Ну и сама она тоже не супер мягкая. Немножко жестковатая. Но у этого плова есть и плюс, то, что он совершенно не жирный. Здесь жира абсолютно никакого не ощущается. Ну и могу сказать, что на 250 рублей он абсолютно не тянет. Я бы его оценил максимум рублей 70-80, потому что он абсолютно невкусный. Я его попробовал и у меня даже нет желания его доедать. У меня просто вот в рту стоит вкус. У меня просто в рту стоит ощущение, что я что-то острого наелся. И все, в общем, какого-то удовольствия от поедания вот этого плова не получаешь абсолютно. И приготовлен он не очень хорошо. И продукты тут, видимо, как-то не очень хорошие. И курица какая-то жестковатая. В общем, минусов гораздо больше, чем плюсов. Больше бы я такой не купил. Друзья, пишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok